О том, как выступают азербайджанские спортсмены на третьих европейских играх, расскажет наш коллега на прямой связи из Польши, Эмин Ахмедов. Эмин, здравствуй, слово тебе. Здравствуйте, РФА, здравствуйте, студия, здравствуйте, дорогие зрители. Европейские игры, можно сказать, уже закончились. Ну, закончились свои выступления представители Азербайджана. И мы сейчас находимся в пресс-центре, который уже начали разбирать, и отсюда мы едем на церемонию закрытия, на стадион, где играет команда «Веселый Краков». Ответим то, что сегодня две медали завевали представители Азербайджана. Вот несколько минут назад в боксе была завоевана серебряная медаль. Азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, играл, ну, соперник все временно, сражался за золото с представителем Великобритании Делишом Джустиарье. Упорный поединок завершился победой британского боксера и серебряной медали в активе Магомеда Абдуллаева. Но, несмотря на то, что выиграть золото не удалось, европейские игры можно занести в актив Магомеда Абдуллаева, потому что он уже своим выходом в финал завоевал олимпийскую лицензию на игры в Париже. У нас в боксе две олимпийские лицензии. Муратал Ахвердзе, выступающий в весовой категории 80 килограммов, который в днем ранее завоевал бронзу, он также выходом в полуфинал обеспечил себе олимпийскую лицензию. Поэтому вот две медали у нас в боксе, серебро и бронза, и две олимпийские лицензии на игры в Париже, соответственно. Ну, сегодня медаль в боксе была не единственной. Было и золото, золото, которое было завоевано ранее. В кикбоксинге Фарид Агамбогланов, азербайджанский кикбоксер, выиграл золото в Фуллконтакте в весовой категории 63,5 килограмма. И вот в финале одолел он итальянца Дамиану Трамонтана со счетом 3-0. И здесь очень, можно сказать, принципиально был поединок. В финале Семенатой Европы он же краски этому спортсмену уступил. Да, были там, ну, по словам представителей азербайджанской команды, по словам самого Фарид Агамбоглана, именно судейские ошибки. И вот сумел взять реванш в финале европейских игр. И эта медаль стала 32 медали для Азербайджана. В начале выступления, в самом счете, в финале сначала дарялся представителям вставать, и затем был финаль норвежцев. В финале победив Трамонтану, он уже забывал золото. Давайте послушаем, как этот результат прокомментировал сам Фарид Агамбоглана. В финале чемпионата Европы я уступил итальянцу Трамонтане с разницей в одно очко. Тогда я не проиграл, а судьи ошибочно дали баллы моему сопернику. Теперь же я доказал, кто на самом деле лучший из нас, выиграв с комфортным преимуществом. Всё шло к тому, что мы встретимся в финале. Я подготовил тактику, которая позволила одержать победу. Счастлив, что смог стать первым и порадовать азербайджанский народ. Ну и в завершение отмечу то, что сегодня в последний день прошли соревнования по стрельбе. И вот здесь азербайджанская команда в составе Ульвии Ивазовой, Алины Рапихановой и Айтан Джамаловой в стендовой стрельбе заняла пятое место. И был шанс забывать бронзу. В случае, если команда забывала бы четвертое место, то порос бы дальше в стендовой стрельбе за бронзу. По итогам игр в копилке азербайджанской сборной 11 медалей. Три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград. И по этому показателю команда занимает на данном моменте 23 место в общей командном медальном зачете. Ну а мы будем уже выдвигаться на церемонию закрытия, которая состоится буквально через пару часов. На стадионе, где играет футбольная команда Висла Краков. И будем уже дальше сообщать вам о событиях на европейских играх, которые, по сути, уже завершились. К этому часу все в студии. Благодарю тебя, Эмин. Эмин Ахмедов подключался на прямую связь из Польши и рассказывал о том, как проходят третьи европейские игры. Спасибо. Спасибо.